Я сегодня нахожусь в замечательном месте. К сожалению, солнце уже село, не вовремя я, но есть о чем рассказать. Не знаю, как в других странах, но в Бразилии очень популярный маркетинг, который работает на недвижимости. Сейчас вам все расскажу и покажу. Кто бы подумал, что какое замечательное озеро. Конечно, не хватает уточек, другой живности, которые... Ну, я уверен, что здесь, кстати, есть рыба. Кто-то же должен очищать этот пруд. Пруд на самом деле искусственный, и там далее идет уже лес. Но я к чему все это? Вот это мини-островок, который переходит в такую прекрасную дорожку. Можно бегать, ходить в любое время суток. Там есть вертолетная площадка, парковка и так далее. О чем речь? Мы сейчас с вами находимся в самом интересном месте. Это вид изнутри того самого общепита. И, конечно же, не обошлось без японской кухни. Обожаю лососи. Это кондоминиум. Кондоминиум, виво парк, или как перевести, то есть разные здания, жилые резиденции, которые находятся в одном месте. И у данных жителей в будущем будет предоставлена возможность находиться в этом парке, гулять с собачками. Кстати, на другой стороне я видел замечательную площадку для животных. Сейчас попытаюсь показать ее. Вот эта площадка, то есть вот там, где лестница. И вон даже видно даже собачки, которые уходят в разные стороны. Даже есть труба, через которую, наверное, на беганке они прыгают. Ну и, кстати, на территории, как сказать, выгула собак и кошек, там есть питьевая вода, к примеру, туалеты, мешочки разные. Короче, всем обустроены даже лавочки с подзарядкой, чтобы посидеть держателем собак. Квартиры начинаются от очень большой суммы денег. Если в долларах перевезти, то это в районе где-то 100 тысяч долларов. В эту сумму входит, помимо расположения, в классном месте. Это прям самый настоящий парк, потому что помимо самого пруда, вокруг идут горы. Я не знаю, вряд ли видно, кстати, эти... Нет, не видно горы, потому что уже все в тумане. Зима, зима в Бразилии, но я вам уже показывал, есть сзади меня лес. И этот лес продолжается на длительные-длительные километры. Какой смысл привлечения, какой маркетинговый ход привлечения новых клиентов делает хозяин данного марка? Мои дорогие, я нашел место, которое, в принципе, должно показать, как будут выглядеть вот эти будущие здания. А, блин, то не видно, короче, вот видно то. Ну, в целом, вот эти деревьи, которые будут сажать по всей префитуре, по всей проекции здания, в целом, прямо даже очень симпатично. Может быть, конечно, это и стоит своих денег. Это похоже вообще на какую-то некую пирамиду, но очень симпатично. Первый этаж, как обычно, под коммерцию отдают, то есть магазинчики. Ну, и даже есть магазинчик для животных. Так красиво сделали. Шлепочек, одежды, кафетерия. То есть можно, в принципе, купил апартаменты здесь и утром так вышел, забыл завтрак приготовить. И вот сходил в кафетерию покушать. Кстати, вот помните, я вам говорил про лазер? Вот это и есть лазер. Вот видите, бассейн на верхних этажах, с той стороны получается. Возможно, будут тоже магазинчики. Если вот так придвинуть, посмотреть, вот там есть некие магазинчики, столики. А может быть, даже не будут стольки. То есть люди будут делать барбекю. Там есть еще один бассейн. То есть вот этот бассейн и вот он бассейн. Вон лежаки по всей стороне. В принципе, слушайте, очень шикарно. Очень шикарно. Мне кажется, стоят этих денег, да? Также вот показывает. Я не знаю, какой конкретно. Вот этот дом. Может быть, и вот этот будет. А может быть, и вот этот будет. Тоже, в принципе, симпатично смотрится. Вон есть и тренажерный зал на верхних этажах. И место покушать. И магазин чего-то. Наверное, будет супермаркет, знаете, где без продавцов. То есть покупаешь через приложение. Вот он, вот этот лазер, который на самом верхнем этаже с бассейном. Что еще у нас здесь? Лежаки. То есть принимать солнечные ванны. Да? Технические здания различные. Скорее всего, это лифт. Но я не вижу здесь вертолетной площадки. Вот. Такое же здание есть. Симпатичное. Все зелено. Мне очень нравится, знаете, что здесь все зелено. То есть очень много зелени. Пойдемте туда. Вы только посмотрите, как в Порто-Беллу. То есть Порто-Белло, это район называется, где будут конструироваться вот эти все здания. Строятся, да? Вот только посмотрите количество разных домиков. То есть вот это, где красные фишечки, это индивидуальные дома. То есть, в принципе, можно готовый проект уже купить, а можно индивидуальный создать. Покупаешь чисто землю, на этой земле строишь свой дом. И они показывают, что если вот, типа, ты построишь свой дом, дальше не вот ария, а резервасаун. То есть в целом никто не будет здесь строить вот это здание огромное, многоэтажки вдоль и закроет тебе, как это называется, то есть не закроет тебе вот эти красивый вид на горы, на холмы, да? То есть это хорошо, потому что иногда в Бразилии купишь вот такой домик. Вот такой домик. А потом у тебя вот напротив этого домика вот здесь построят здание. Кому это нужно? Никому это не нужно. Красиво, очень красиво. Мне нравится, что все сделано. Большие молодцы, прям джунгли-джунгли. Делали ручная работа. Вот, кстати, какая красивая конструкция данного здания. Круглая, да? Так не видно, вот так видно. Круглая конструкция. Здесь какой-то мини-пруд или мини-речка подземная будет выходить. То есть вот здесь она идет, закрывается. Там продолжается, закрывается. И там тоже идет. Очень красиво. Кстати, помните, в самом начале видео я вам показывал большое здание. Вон там. Вот это большое здание. И вот так оно будет здесь стоять. Супер. Просто супер. Очень классно. Стоит из своих денег. Сто процентов. И вот такое место, где продаются квартиры. Можешь посидеть, поговорить. В целом, видите, здесь даже мини-экскурсии проводят специалисты. Рассказывают об объектах, о инфраструктуре, которые будут строиться. Поэтому, если есть лишние деньги, или не лишние, но деньги, которые бы хотел инвестировать, в Сэжи Амуту Бимбиду. Велкам, как говорится. Строй. Покупай землю. Можешь даже купить, потом сдавать. Почему и нет. Портобелло очень популярный район с точки зрения своего расположения, потому что находится между столицей и между крупными городами. То есть, почти-почти на шоссе. Здесь абсолютно бесплатный вход, где можно спокойно взять ракетки, поиграть в большой теннис, в пляжный теннис. То есть, раз, два, три. Три площадки. Да, три площадки. И сзади еще есть несколько площадок, где можно поиграть в футбол и в волейбол. То есть, и в пляжный мяч. Вот. Мы сюда приехали только ради одного. Это находится как бы общий пид. Разные ресторанчики. Причем очень популярные в городе. И, типа, их мини-прием, то есть, мини-ресторанчик, аженсис, они находятся в данном месте. То есть, там есть столики. И официанты, которые, наверное, где-то с девяти до шести часов вечера циркулируют по столам. И, то есть, в любой момент ты можешь одно блюдо заказать из одного ресторана, другое блюдо ты можешь заказать из другого ресторана. И тем самым, как бы, место, оно объединяет тех, кто любит, например, и рыбную кухню, и, например, мясную пиццу. Одновременно можно еще и коктейли из другого ресторана заказать. Очень классно сделано. И, кстати, вот это здание, которое стоит рядышком, оно, как бы, сигнализирует, пропагандирует то, что купи меня, купи апартаменту, комнату, квартиру здесь. И тем самым у тебя получится находиться в этом месте почти каждый день, кушать здесь, гулять по этому парку. То есть, здесь озеро есть еще с другой стороны. Я уже чуть ближе подошел, чтобы вам показать, кстати, это по той самой дорожке, по которой мы шли от парковки. То есть, вот здесь вдоль дороги есть парковки. Но я так понимаю, что когда запустят эти уже здания, то есть, они как бы станут уже жилыми полноценными комплексами, не разрешат, наверное, ставят в будущем машины, освободят простор. А вот второе. То есть, мы видели с вами первое озеро, там, где вот это дерево на островке стоит. И вот второе озеро. Это все искусственное. Кстати, вон логотип, похоже на ВКонтакте МПК. Но это Viva Park, логотип данного кондоминиума. И вот, кстати, вот это здание, которое строится. Говорят, что будет очень красиво. Будут размещены на верхних этажах, которые будут называться в Бразиле Лазер. Там, где если будет бассейн, то будет бассейн. Выход окон со спортзала. По-моему, этого на картинке, которую нам показывали, будут размещены как бы вот сады Семирамиды. То есть, висячие растения, деревья сверху. Одним словом, полная интеграция в здешнюю природу. Кстати, вот здесь должны быть горы. Вот они вот такой вот где-то высоты и величины. Но их, к сожалению, в данный момент не видно. Потому что туман. И погода прям подпортилась. В кавычках. Ну, ладно. И интересный момент, что на территории этого кондоминиума, то есть, вот это здание многоэтажное и вот это здание. И здесь же будет школа. Это не государственная школа, это частная. Но в Бразилии это нормально. Иметь частную школу, платить какую-то некую стоимость небольшую. В принципе, в Санта-Катарине, где живут, достаточное количество, подавляющее количество людей с большими мешками денег имеют возможность отдать своих детишек туда. Вот. И помимо этого, здесь есть выход к дороге. То есть, вот эта короткая дорога сразу выходит на трассу. Которая трасса, которая соединяет Болнеарю, Кумбрю, Топейма, Чижук, с Флориано-Ополь, все крупнейшие города в Санта-Катарине. То есть, Метрополитана, Вали и так далее. Поэтому маркетинг, который они делают, очень классно. Кстати, вот он логотип. Viva Park написано. Это прям сразу будка. Вдруг ты такой сидишь, попиваешь вино, кушаешь. И захотелось тебе после бокальчика вина купить недвижимость. Даже пусть за самое гаражное место. Или маленькую квартиру. Добро пожаловать, потому что вон, я уже показывал. Сзади меня находится пункт приема будущих владельцев. И еще на френче, с передней стороны, то есть при заезде в этот Viva Park, находится огромный офис по продаже недвижимости. Я думаю, очень классно. Мы вообще, кстати, сюда приехали только по одной причине, что хорошо пропаганда их сработала. Появлялась в интернете, появлялась через наших знакомых блогеров. И они нам рекомендовали сюда приехать не по причине того, что здесь продается недвижимость, а по причине того, что здесь есть ближайшее место, где можно попробовать разные кухни и ресторанчики. То есть самые популярные ресторанчики, которые находятся в Итапеме и Булнеаре Кумбарю. То есть в каждой отдельности нужно приезжать. Это большие рестораны с большим меню. А здесь в одном месте. У тебя есть возможность попробовать из этих крупных и известных ресторанов в Булнеаре Кумбарю и в Итапеме все в одном месте находится. Это здорово. Спасибо всем, кто были со мной, что досмотрели это видео до конца. Я продолжу наслаждаться этой прекрасной погодой с моими друзьями. Вам желаю хорошего дня. Бежу. Чау-чау.